друзья в каком году или хотя бы примерно когда вы начали пользоваться android смартфонами мое первое знакомство с компанией high screen состоялась 2010 или 11 году я не помню уже как назывался смартфон но он был приобретен магазине я был такой счастливый довольный это был мой второй смартфон на андроиде первый был lg и вот спустя несколько лет компания high screen прислала нам на обзор очень интересный и достаточно свежий как модель смартфон power ice его и так эта распаковка на канале gadget money мы начинаем поехали как всегда по старой доброй традиции сначала мы ознакомься с устройством смотрим на него в первый раз испытываем какие-то впечатления я о них вам сейчас вам просто прям возьму и расскажу смартфон еще ни разу не открывал не смотрел для того чтобы это было все в заправду компания high screen уже успела поменять коробку на своих новых девайсов вышла достаточно интересная моделька но она стоит немножко других денег они и мы попробуем рассказать вам чуть чуть в другой раз сейчас power ice его и все еще старая упаковочка на котором на которой у нас расположены технические характеристики смартфона виде собственно самого смартфона и так это 5-дюймовый дисплей hd качества 1280 на 720 IPS матрица у нас есть замечательная батарейка на 5000 миллиампер час конечно же есть две камеры 1 на 8 другая на по моему 5 мегапикселей 2 гигабайта оперативной памяти 16 постоянной достаточно старенький процессор но при этом весьма шустренький четырех ядерный мтк 6737 конечно же две сим-карты карта памяти вот это вот все в этом смартфоне от компании high screen и так открываем и смотрим прям вообще по-быстрому сейчас все сделаем смартфон в стороночку что у нас комплекте мне сказали что комплект достаточно богатый нет у нас наушников сразу отмечаю есть зарядное устройство 5 вольт 2 ампера я думаю что смартфона 5000 миллиампер час в любом случае быструю зарядку не поддерживает но будет заряжать чуть быстрее если бы это был бы на 1 ампер достаточно тонкий такой вот юсб кабель я заряжаю своими юсб кабелями гарантийный талон макулатура это все понятно и конечно же у нас почему конечно же не все производители кладут защитное стекло в комплект здесь она присутствует и это очень замечательно посмотрела немножко скажем так информации об этом смартфоне и с чего могу сделать вывод еще не трогая смартфон на нем достаточно слабо олеофобное покрытие компании high screen небольшой намек о том что пора уже в 2017 году делать смартфоны с хорошим олеофобным покрытием без разницы какому сегменту они принадлежат перед нами high screen ice его что ж первое впечатление он металлический или пластиковый напишите друзья а я вам сейчас скажу это пластик матовый софт-тач пластик даже не софт-тач пластика такой приятный на ощупь пластик который даже если оставляет отпечатки пальцев но он их практически незаметно и их очень можно быстро стереть и так 5 дюймов дисплей вот такой вот быстро заляпывающий но это ничего страшно у нас есть стекло в комплекте и достаточно интересная черная расцветка почему черная потому что в золотом уже обзоры есть в белом обзоры есть в черном я еще не видел компания high screen пожалуйста не пишите номер своего логотипа точнее название своего бренда на задней спинке устройства и пишите маленькими буквами где-нибудь внизу это достаточно дурной тон пожалуйста не делайте так это небольшие недочеты которые я прямо с лету замечаю так у нас присутствуют клавиши давайте их потрогаем если у них скрипт люфт клавиши очень тугие нажимаются с приятной такой тяжестью то есть немножко применять принимать применять усилия для того чтобы нажать ту или иную клавишу это очень хорошо то есть они не разболтаются со временем и есть у нас приятная окантовочка в виде красного кольца вокруг камеры также в этом цвете выполнены качелька регулировки громкости она разделена и это очень хорошо не промахнетесь и клавиша включения выключения друзья чтобы вы думали из пластика смартфон но походу на металлической раме потому что не люфтит не скрипит и это очень хорошо я знаю что здесь разборная крышка то есть она съемная пластиковая очень тонко говорят что очень тяжело снимается давайте вскроем и посмотрим что у нас под ней дали сильно крышка очень толка тонко смотрите какая толщина и так перед нами аккумулятор на 5000 миллиампер час сразу видно что сделан он качественно добротно потому что прям внушает доверие даже по этикеткам далее у нас присутствует две микросим карты карта памяти отдельно это замечательно то есть слоты не комбинированы все по старой доброй традиции еще смартфонов 2013 года то есть нет никаких съемных лотков все вставляется прямо в тело устройства под крышкой аккумулятор снимать не будем потому что у нас смартфон уже оказывается включен ну не странно то есть точнее совсем не странно потому что 5000 миллиампер час держится достаточно долго так все здесь все защелкиваем и включаем устройство перед нами 5-дюймовая hd-матрица фокус ты куда пропал и фокус давай сюда вот чем плохо снимать на недорогие беззеркальные камеры что фокус надо ловить по полчаса но это не мешает нам передавать сути по данном устройстве перед нами все еще power ice его 5-дюймовая hd-матрица в принципе IPS с неплохими надеюсь углами обзора это распаковка и больше наверно впечатлений о внешнем виде и первых тактильных ощущениях от смартфона в руках цвета достаточно яркие все хорошо и что еще требовать от смартфона такого сегмента некоторые обзорщики я видел читал что говорят что здесь не хватает яркости ну что ж посмотрите яркость у меня не на максимуме сейчас я сделаю ее на максимум ну что ж олеофобное покрытие на этом устройстве оставляет желать лучшего и поэтому хорошо что есть защитное стекло даже решеточка под динамику нас в таком красном цвете прямо ля ferrari очень интересно будем это все подчеркивать в обзоре полном обзоре кстати подпишитесь дабы не пропустить видео об этом устройстве что же дальше у нас 6 6 6 дюймовый 6 android у нас практически вида не измененный то есть я вижу что здесь никаких сторонних по не предустановлено есть своя музыка выглядит следующим образом также конечно же к современных смартфонах должны присутствовать камеры они здесь есть одна на 8 мегапикселей 2 вторую лучше не смотреть она скорее всего отстойная давайте посмотрим если автофокус автофокус у нас присутствует тесты снимки тестовые снимки мы сейчас делать не будем потому что здесь много стороннего освещения и эти снимки будут не совсем честные более подробную информацию мы вам расскажем в обзоре данного устройства и протестируем батарейку мы протестируем игры мы протестируем камеру ну и расскажем более подробно про внешний вид друзья ну вот мое первое впечатление о смартфоне high screen power ice eva это новинка 2016 года достаточно новое устройство может пришло несколько недель назад поэтому если вам будет интересно посмотреть более подробную информацию технических характеристиках пожалуйста велкам в описании там будет ссылочка на данный аппарат но вы подписывайтесь на канал дабы не пропустить обзор этого и других устройств конечно же вступайте группу вконтакте у нас еще есть twitter instagram как всегда чат еще вот новый появился ссылки все в описании конечно же пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того чтобы экономить на своих покупках в интернете ну что ж друзья весьма добротный девайс среднебюджетный потому что не только сяоми и meizu единым мы живем совсем скоро увидимся всего доброго ставь лайк пока пока